Добрый день, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. Тема сегодняшнего видео, эти ужасные и страшные законы, которые так гнобят и притесняют американцев. От одного своего подписчика или зрителя канала я получил сразу несколько ссылочек на разные ютубовские ролики, посвященные тому, как бедных американцев притесняют в Америке, какие ужасные и мерзкие законы в Америке, какая Америка страшная, жуткая полицейское государство, какой кошмар и ужас. Не мог без содрогания смотреть на это видео. Теперь разборка полетов. Давайте по частям будем разбираться. К тому, что происходит в России, и с законами расистскими, все уже давным-давно раскусили фишку, что лучше не будет, будет только хуже, и гайки-гайки закручивают. Боль того, в России живут вменяемые люди, и многие законы, они как бы отсеивают полный бред от того, что все-таки как бы имеет какую-то вменяемость. Вот я смотрю, замечательный американский ролик, он идет с субтитрами. И что я тут вижу? Бедные американские дети вышли на улицу торговать печеньями. Торговали этими печеньями, приехали нехорошие полицейские, и наложили на них штраф, что печенье они не имеют права продавать, что нужно получать на это какое-то разрешение и так далее и тому подобное. Господа, мы в России, кажется, вы живете в России, да? Вы разве не в курсе про санитарно-эпидемиологические допуски и сертификаты? Если вы занимаетесь пищевыми продуктами, то попробуй выйти с торговлей пирожками на улицу и возле метро поторговать. Законишься очень быстро, приедут рядом милиции, которые вас увезут. Почему-то этому закону вы не удивляетесь. Вы это понимаете совершенно спокойно, понимаете, что на улице, если стоит какая-то старушенция на трех вокзалах, то спокойно вместо шаурмы из мяса теленка вам продадут шаурму из собаки. Купи четыре чебурека, собери полного бобика. Мы же не удивляемся российским законам, спрашивается, что ужасно в американских законах. Смотрим дальше. Другие американские школьники пострадали, продавая лимонад. Причем до этого приехали полицейские, купили у них лимонад и, соответственно, дорчевые оставили, а потом кто-то на них-то стучал, кто-нибудь лимонадом торгует тоже на улице. И, соответственно, за лимонад тоже какой-то штраф. Ну и, соответственно, остальная тема вот этого ущемления в таком же точно формате. Вот моя позиция. Господа, если я живу в стране, в которой я могу заказать товар, который из Китая приезжает в течение пяти дней без плясок с бубном, и я могу этот товар нормально и легально продавать без различных юридических препонов и вести нормальный бизнес, отчитываясь только в конце года, внося необходимые суммы денег за налоги, мои дети точно не будут нарушать закон, торговать лимонадом, печеньем и прочей херней. Более того, если американское правительство меня попросит побрить голову на лысо, я побрею голову на лысо, потому что пять дней доставки товара из Китая – это офигенно круто! Это круто просто! Тебе не мешает вести бизнес. Вот теперь я понимаю позицию вот этих вот рамшатов и джамшутов, которые приехали в Россию и голосуют за Путина, и говорят, что Путин офигенно крутой, хороший чувак. Все познается в сравнении. Если для них Путин офигенно крутой чувак, и в России офигенно классные законы, а что же тогда у них на родине происходит? Я буду голосовать за Обаму. Как только у меня будет возможность получить американский паспорт, я буду голосовать за американского президента двумя руками, ногами. Вся семья моя пойдет за него голосовать, потому что я имею возможность нормально работать. Дальше. Какой-то чувак купил дом, и у него там дерево не по уставу. Мам моя дорогая. Да спили ты нахрен это дерево! Вот скажи, тебе это дерево уперлося? Я, например, бы 5 секунд. Знаете, как анекдот был такой застойный? А, не застойный, а в бурные 90-е годы был такой анекдот. Приходит заказчик к Тилеру и говорит, мужик, у меня для тебя есть работа, вот тебе дают ему чемодан, где лежат деньги, мне нужно одного клиента устранить. Улица Вишневая, дом 5, квартира. И тут этот Тилер открывает чемодан, смотрит на бабу, говорит, а квартиры не надо. Понимаете? Все опирается в то, что есть в стране. Есть определенные правила игры. В разных штатах, естественно, разные законы. Понятное дело, что на этом наживается огромное количество адвокатов, которые крючкотворствуют и разбираются во всех этих законах. И в Америке, в принципе, говоря, прежде чем что-то собираешься делать, лучше пойти к своему адвокату, проконсультироваться и узнать, что, как, чему, почем. Или самостоятельно эти законы перелопать и найти. Но если мы вменяемые люди, а не мексиканы какие-то там с улицы или еще кто-то, если там при Советском Союзе давали нормальное образование, и люди, которые институт закончили при Советском Союзе, черепок-то варят, мозги работают. Ну, кто мешает разобраться в этих законах и заранее соломки постелить, где будет больно падать? Ну, это элементарно, Ватсон. То есть, и разобраться во всей этой теме. Ну, и, соответственно, есть законы для остолопов. Вот, например, закон. Вы не можете ребенка оставить без присмотра в машине. Если вы ребенка оставили без присмотра в машине, приехали там полицейские, вашего ребенка забрали в детский дом, вас могут лишить родительских прав, и, соответственно, вы еще штраф получите, и вас еще на суд вызовут, и будет долгая бодяга и так далее. Казалось бы, закон жесткий, фашистский, дебильный, называйте как угодно. Но, вот как вы отнесетесь к факту, что бабушка с дедушкой приехали, блин, к супермаркету, оставили ребенка в машине и вышли, типа, на 15 минут, а застряли в этом, блин, магазине на полтора часа. Ребенка там хватило удара от перегрева, и он умер. Ну, это каким нужно быть, блин, дебилом, чтобы вот такое сделать? Понятное дело, что в Америке, ну, есть, как бы, средний класс, есть люди очень умные, это элита, которая там учится во всяких, там, Гарвардах, там, в Массачусетсах и так далее. Понятное дело, их очень мало, этих процентов, этих людей, но они есть, они умнее меня, вас там на порядок, у них мозги работают нормально. Есть средний класс, но основная масса людей, это люди, ну, не знаю, ну, недалекие, это сочи люди, грубо говоря, так, по интеллектуальному развитию. И вот эти вот законы жесткие, они сделаны для них, чтобы их как-то немножко держать в рамках. Если у человека мозгов не хватает, чтобы додуматься, что ребенка в машине нельзя запирать, значит, надо как-то действовать. Если у людей не хватает мозгов, то нельзя уходить из квартиры, и там бросать ребенка, который плачет, тоже нужно что-то делать. Значит, если сам не понимаешь, значит, государство тебя подумает. Поэтому каждый закон, если так вдуматься, он имеет какое-то обоснование. То есть, давайте смотреть дальше. Америку называют полицейским государством. Прислали мне ролик о том, как полицейские очень жестко относятся к кому-то там, какого-то там черного из машины достали, дубинками его отфигачили и так далее и тому подобное. За все надо платить. Если вы имеете возможность выходить ночью, гулять, и к вам никто на год в стоп не подойдет, не достанет вас бумажник, не прирежет вас, и, соответственно, полицейские патрулируют, значит, давайте эти правила тигры соблюдать. Государство устанавливает эти правила неспроста. Вот полицейские вас без законного основания останавливать не будут. Если вы остановились, вот он вам там побибикал сзади, помигал, вы должны затормозить, открыть стекло, положить руки на руль, и вежливо, без вот этого бокования и распальцовки, вежливо выполнить все требования полицейского. Попросил достать документы, достаньте, покажите ему все документы. Попросил что-то сделать, сделать. Не будет он к вам просто так докапываться. У меня своя жизненная история была. Я, когда свою первую машину оформлял, из-за раздолбайства, ну, как клерка, который сидел в драйвере Мотор Вайклз, он мне выписал бумаги на одни номера, а дал мне в результате другие номера. И меня здесь в Даунтауне, как-то поздно, вечером это было месяца три назад, полицейская машина остановила. То есть, законное основание. Мы проверили, увидели, что номер не бьется с моей машиной. Я показал вам все документы, вышел из машины. То есть, все дело строго по инструкции. Они мне говорят, мужик, у тебя номера другие. Слава богу, у меня с собой был этот самый тайтл, я показал тайтл, говорю, ребят, я из России, сори, я как бы и рад бы вам помочь, но не моя вина, не мой косяк. Подробный проэксплейн, я говорю, у тебя другие номера. Я вышел, говорю, номера, в принципе, прикручивал я, вот даже наклейка клеила тут наклеена. Он говорит, ну, значит, проблема с ДМВ. Я говорю, а что мне нужно сделать, как проблему пофиксить? Они мне все подробно объяснили, поняли, что здесь моей вины нету. Никто меня в участок на ночь глядя не потащил. Никто меня дубинкой там по почкам не бил. Никто не вызывал эвакуатор, не навязывал мне услуги за эвакуатор, там, за еще за что-то. Не объяснили, чувак, ну, вот такая случилась история, зад поедешь, поменяешь номера, машину сейчас лучше запаркуй, вот, и на ней больше не едешь сегодня, пока номера не получишь. Все, вежливо, четко, культурно, предельно все понятно. И этот ролик про черного. Остановил он там фургон, дердесит какую-то женщину в этом фургоне, понятное дело, остановился полицейский, постучал на фургон, раз пять, наверное, дебилу повторил, что выйдет из машины. Ноль внимания, абсолютно. Естественно, когда там до людей уже дошло, что он сейчас будет стрелять, он придет, сейчас будет открывать огонь на поражение, люди стали из машины вылезать. Сначала вылезла как-то невменяемая баба, потом вылезла черная, и опять же, вместо того, чтобы попытаться ситуацию как-то разрулить, там, документы предъявить, человек себя просто неадекватно вел. Естественно, блин, полицейский, ну, озверел, потому что, ну, это просто выходит за рамки. Человек просто, вот, тупо кладет на закон, а в Америке это не принято. Просто тупо забил на закон. Проблема у полицейского была в том, что он был один. По схеме, в принципе, по закону, они должны были ехать с напарником, и напарник должен был контролировать эту ситуацию, тогда бы не было. А тут один полицейский, который не понимает, что вообще перед ним. Наркоман какой-то удолбанный, террорист, кто это вообще, что это за персонаж, почему себя так ведет вызывающее? Почему не подчиняясь законному требованию, предъявить документы, выйти из машины? То есть, это просто нонсенс. Естественно, он его скрутил наручниками, полил газом, потому что этот черный стал свести просто трындец, как-то вообще выходил за все рамки нормальные. А потом это преподается, ай, как он, блин, жестко поступил с этим персонажем. И остальные ролики в таком же точном формате. Спрашиваются, кто виноват в этой ситуации? Даже если ты не прав с этой бабой, это штраф, да. Это штраф, это может быть суд, нельзя в машине заниматься страхом, это не Россия. Но виноват кто, в конечном счете? Можно было выйти и попытаться ситуацию разрулить, не доводить дело до крайностей. А потом я говорю, что Америка полицейское государство. Давайте мы сами какие-то делать выводы, то есть, понимать, что происходит на самом деле. Да, есть, конечно, какие-то там дебильные законы, но опять же, всегда можно пойти в суд, если вы хотите покрюшкотворствовать, если вы считаете, что это вот конкретно в этой ситуации ущемляют ваши права, прям трындец, как ущемляют, идут в разрез там с какой-то 555-й Б-поправкой Конституции. Господи, наймите адвоката, если вам нечем в делу заняться. Займитесь с утягничеством, может быть, вполне вероятно, вы отсудите какие-то деньги, еще что-то там отсудите, вас будут снимать по экрану телевидения, если это будет открытый процесс, получите известность, напишите книгу, которую удачно продадите в какое-нибудь издательство, то есть, понимаете, вам никто не запрещает судиться, более того, американский суд это зрелищное шоу, и это не российский суд, и опять же, тут всегда непрогнозируемое решение, то есть, может быть и так, может быть и это, каждый, ну не каждый день, но каждую неделю, когда вот входим в этот самый фитнес-центр, там висит плазма, и смотрим новости, и разное родное судебно-американское разбирательство, по одному делу, вообще дебильному, уже год мусолят, девушка с молодым человеком что-то не поделила, и, значит, занимались не сексом, что-то у них там не так пошло, не так он ей вставил, она вышла, доставала кухонный нож, значит, и его начал тыркать с ним ножом, случайно, значит, наделала 15 дырок в него, в общем, короче, а потом, значит, парень оставил валяться, и, значит, пошла на ванну, сделала себе маникюр и пошла заниматься своими делами, а парень так остался валяться там, ну, и вот ее уже год судят, мусолят, 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 и, значит, адвокат пытается представить ее, что она жертва, что у нее был эмоциональный срыв, что у нее депрессия, что парень нанес ей какую-то психологическую травму, в общем, короче, парит мозг уже в течение года этим делом, и воз и ныне там, должны были вынести приговор буквально месяц назад, мне, честно говоря, тема не интересна совершенно, я так просто пересказываю, насколько вот могут быть разные вот варианты. Опять же, то есть, возвращаясь к теме телевидения, есть канал Fox, есть канал CNN, опять же, полощат мозг про политику, подавляющие большинстве американцев наплевать на эту самую политику, наплевать им на эту политику. 80% смотрят телевизор, 20% берут информацию из интернета. И вот из этих 80% наверное, больше половины вообще по барабану что происходит. То, что CNN сказали, то, значит, правильно, значит, вот такая позиция, опять же, с этим Сноуденом. Ну, меня уже задолбали этим вопросом. А что там с этим Сноуденом? Господи, ну давайте мы тоже вот реально разберем этот, сделаем разборку полетов. Неченький человек устроился работать в определенную службу и, соответственно, дал подписку о неразглашении служебной информации. Учитывая, что проработал он там недолго, прежде чем его тут турнули, можно предположить, что большого допуска ему не дали. То есть, то, что он знал, это какая-то поверхностная информация. И когда он понял, что его тут турнули, взял, человек скачал эту информацию, потом, значит, обнародовал ее, решил прославиться, спрашивал, нахрена он все это мутил? Вот спрашивает, зачем он это мутил? Опять же, он это все как бы огласил, не находясь в США. Из США он уже уехал. Вот давайте мы просто вслух поразмышляем на этой ситуации. Если бы этот персонаж что-то знал вот конкретно важное для оборонно- защищенности США и какие-то сверх-супер-пупер государственные тайны, разве бы ему дали возможность и заметь, спокойно уехать, причем человек скачал на своем рабочем месте данные, закачал оттуда, на рабочем месте. Как вот это можно квалифицировать? То есть, с точки зрения американцев Сноуден, конечно, предатель. А то, что сейчас происходит, я считаю, что это просто цирк какой-то шапито и идет муссирование вот этого раздувания скандала, значит, пытается этого Сноудена использовать в качестве разменной карты и опять же, то он в Боливию летит, то в Гондурас, то в Китай, то на Кубу. Ну, вы уж как-нибудь банненько определились, куда улететь, наконец-то, и давайте завязаться цирком из комедии. То есть, мне кажется, что это идет просто какая-то, ну, даже не знаю, профанация общественного мнения людей отвлекает на вот этот вот раздувание скандала, шумику с каких-то более серьезных моментов. Вот, как бы, то, что я хотел до вас днести. Значит, если у вас есть вопросы, пишите мне в комментарии. Значит, если вас интересует мое мнение про другие, ну, якобы, дебильные американские законы, я могу сделать следующее. Как бы, мы тут получаем газет, называется «В новом свете», и периодически в этой газете печатают всякие разные курьезы из области, ну, скажем так, кунсткамеры американских судебных дел, штрафов, и всего прочего. Поэтому, на мой взгляд, самые интересные и казусные случаи я могу озвучить в эфире, и, соответственно, чтобы вы просто понимали, что в Америке и вот такой тоже возможен перегиб, и к этому тоже можно готовиться, что, в принципе, и такое тоже возможно. Но, в принципе, говоря, то есть, если вы нормальный, законопослушный гражданин и вменяемый мозгами думаете, я думаю, что проблем у вас в Америке не будет. Хорошего вам дня, удачи вам и здоровья всем вашим близким.